Здравствуйте! Новости на ННТ в студии Махач Курбанов. Я и мои коллеги расскажем о последних событиях. Коротко о главном. Куда исчезли 212 миллионов? Обыски у бывшего главы Российской хозбанка дома и на работе. В Махачкале запустили ракету. Космодромом стала площадка исторического парка «Россия. Моя история». Семейное ремесло предков стало основным занятием семьи Баматовых из Буйнакского района. Сюжет о кузнице-музее сегодня в выпуске. Экс-главу Российской хозбанка подозревают в хищении 212 миллионов рублей. Обыски дома и на работе у Гетина Магомеда Гаджимагомедова провели силовики. Инициаторами следственных мероприятий выступили представители самого банка, которые провели внутреннее антикоррупционное расследование. Размер ущерба 212 миллионов рублей. По имеющейся информации, речь идет о махинациях с выдачей кредитов на развитие сельского хозяйства Дагестана. По неподтвержденным данным, сам Гаджимагомедов сейчас скрывается за границей, предположительно в Объединенных Арабских Эмиратах. А вот глава Бабаюртовского района Дагестана, судя по всему, скрыться не успел. Его накануне задержали сотрудники ФСБ. В доме Ильдара Карагишиева, а также по месту его работы, прошли обыски. Его подозревают в служебном подлоге, растрате средств и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Карагишиев присвоил деньги, выделенные на реконструкцию парка в селе Бабаюрт и ремонт улиц в селе Львовское. Ну а глава Дербенского района Дагестана, Магомед Джалилов, арестован до 9 июня. Постановление вынес Басманный районный суд Москвы. Напомним, Магомеда Джалилова задержали накануне. Его подозревают в растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. По данным следствия, он передал своим родственникам земли рыночной стоимостью более 20 миллионов рублей. 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. Первый полет Гагарина в космос стал отправной точкой для новых высот. В Махачкале памятный день не остался без внимания. В историческом парке «Россия. Моя история» сегодня запустили ракету и провели викторину для детей. На мероприятии побывала и наша съемочная бригада. Слово по тематам Ханаповой. Исторический парк в Махачкале на один день стал настоящим космодромом. Все действия здесь практически проходят по-взрослому. Проверка систем перед стартом, нешуточное волнение. И вот, подается сигнал. Работает пороховой двигатель и модуль отделяется. Как только аппарат достигает максимальной точки, раскрывается зонд, который и тормозит падение. Принцип работы его – это он создает большую дымовую плотность. И этим самым он выстреливает колпак из вакуума. И при спуске ракеты автоматически парашют выпускается. И под набегающим потоком парашют раскрывается. И этим происходит аккуратное приземление модели в самой процессе. И спускается. На мини-космодроме за всем этим, с трепетом и с большим интересом наблюдают сотни ребят. Если первый космонавт Земли Юрий Гагарин не боялся и был готов к любым последствиям, то наши юные зрители более предусмотрительны. Конечно, я бы хотела находиться в нем. Слететь, посмотреть. Но только парашют, главное, если бы сработал, тогда бы я хотел находиться в нем. А то без парашюта, если бы парашют не сработал, то бы я зря слетал бы. В День космонавтики исторический парк «Россия. Моя история» помимо запуска ракет подготовил для детей и много чего увлекательного. Это мастер-классы по запуску квадрокоптеров, демонстрации экипировки парашютиста, викторина и брей-ринга на тему космос. И даже показ фильмов о дагестанских летчиках-космонавтах. Через несколько минут самолет Долбоева уже достоин. То, что произошло с истребителем, вы можете видеть на этих кадрах кинохроники. Многие из этих ребят сегодня решили, стану частью космонавтики. И если удаться в будущем, это не всем. Главное, что эта знаменательная дата научила их смотреть в небо, мечтать и подобно ракетам стремиться ввысь. Патемат Ханнапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Около 50 центров досуга и просвещения «Люминари» планируется создать в горах Дагестана. Об этом заявил премьер-министр республики Артем Сдунов. Напомним, первый в регионе «Люминари-центр» был открыт около года назад в селе Хрюк Ахтынского района. В нем учащиеся близлежащих населенных пунктов имеют возможность бесплатного изучения английского языка, танцев, астрономии, культуры, робототехники, а также готовиться с преподавателями к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Отметим, что создание в республике целой сети таких центров поспособствует развитию человеческого капитала за счет дополнительных образовательных программ. В семье Баматовых из Нижнего Казанища четыре брата, и все они так или иначе занимаются традиционными для Дагестана ремеслами. Кузнечество и плотничное дело братья освоили еще с малых лет, а на месте старой отцовской кузни открыли целый музей, в котором можно все трогать и изучать. О семье потомственных кузнецов из Буйнакского района в сюжете Карины Баталовой. Пробовать готовность раскаленного металла на язык в процессе плавки Абдурахмана научил его отец. Раскаленным железом Баматовых не испугаешь, оно у них в крови. Здесь даже не помнят, когда в роду начали заниматься этим ремеслом. История уходит корнями в 19 век. У горцев тогда хороший мастер в ауле был навес золота. Он и оба для телеги сделает, и инструменты для работы в поле отремонтирует. Здесь три слоя металла, вот здесь заметно, три слоя металла. Посередине твердый металл, металл, сталь. И по краям это железо мягкое, чтобы оно не ломалось. Когда точь, то середина точится, а края, середина речи, а края не дают ломаться. Последние пять поколений эта старая кузня служила Баматовым верой и правдой. Теперь здесь музей под названием «Кузня-меч», в который приходят школьники и редкие туристы. Здесь все, как в давние времена. Старые печь и желоб вырублены из цельного куска камня и пользовались еще два века назад. Вот и сейчас мастер работает так же, как и его предки. Вода, в которой кузнец закалял металл, раньше, да и сейчас используется как народное средство от глистов. Казалось бы, где железо, а где хрупкий человеческий организм и его понимание. Но понимание было, и в селе до сих пор рассказывает историю, как дедушка Закарья Баматов спас свою сестру. Здесь работают не только с металлом, но и с деревом. Верстак еще дореволюционный, техники по минимуму. Есть даже ручное сверло. Но с изменением потребностей людей Баматовы немного сменили деятельность. Семейным делом стало производство мебели с национальным колоритом, которое славится нижнее казанище. Карина Баталова, Гаджима Комедов, Новости ННТ, Буйнакский район. Культурный мост между Тверской областью и Республикой Дагестан выстроили в Театре поэзии. На выставке можно познакомиться с работами, посвященными знаковым местам Тверской области. В частности, легендарной Ниловой пустыни, находящейся на озере Селигер и притягивающей к себе ежегодно немалое число туристов и паломников со всей России. Также в экспозиции разнообразные работы, раскрывающие потенциал самобытных тверских художников. Худорственное объединение «Перекресток» приглашает желающих на презентацию культурно-социального проекта «Верхневолжье Дагестан». Открытием для посетителей выставки станут произведения известного художника Всеволода Иванова и других мастеров. И на этом у нас все. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Смотрите также нас в YouTube и в Instagram. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова